Набираем 1000 лайков и я сразу сажусь записывать новую серию. Всем здарова, ребят! С вами Локи и мы продолжаем карьеру за Манчестер Сити. Это у нас третий сезон. Изначально мы начинали два сезона в Ювентусе, а позже перешли нашим тренером в Манчестер Сити. Пока что мы идем на первом месте. У нас есть неплохой отрыв. 8 очков от Арсенала. Они опередили в прошлой серии Ливерпуль, который мы смогли обыграть. Да и вообще Ливерпуль в прошлой серии как-то оступался довольно часто, поэтому Арсенал смог за счет своих побед опередить их и выйти на второе место. Сегодня у нас, ребята, Кристал Пелос, Уотфорд и встреча с Тоттенхэмом. Усаживайтесь поудобнее, обязательно влепите лайк этому ролику. Давайте как можно скорее наберем больше 1000 лайков под серию. Я сразу записываю для вас новый выпуск. Ну и смотрим на составы. Вот такие вот они у нас выходят на эту игру. Давайте сейчас поменяем нашу форму. Сыграем сегодня, наверное, вот в такой форме, чтобы как-то отличаться. Ну и, ребята, погнали. Кристал Пелос сейчас находится на 10-й строчке в турнирной таблице. В принципе, они борются за поднятие выше в зону Лиги Европы. И для них эта игра очень важна. Но и для нас нужно, ребята, сейчас побеждать. Ни в коем случае не позволять приближаться Арсеналу и Ливерпулю, который, возможно, в этой серии еще покажет себя. В прошлой серии они просто проиграли нам, сыграли с кем-то в ничью и поэтому опустились. Опустились. Это Заан. Разгоняет атаку сейчас по левому флангу и уходит от Шкриньяра. Будет ли удар по воротам? Удар есть. Заблокировали. Кристал Пелос очень активно с первых минут начинает поддавливать нашу команду. Лерой Санэ, перевод мяча. Давид Силва. Рахим Стерлинг. Передача в центр. Здорово. Это Габи Жезус. Ну, получил же по ногам. И снова Габи Жезус. Ждет забегания. Он Лерой Санэ. Передача на Санэ. Здорово. И снова Жезус. Ну, кто поможет, ребята? Никто не открывается. Давид Силва. Удар с левой. И угловой. Минди. Попробуем сыграть во фланг на Лерой Санэ. Передача до него дошла. Неплохо. Санэ. Подача. Габи Жезус. Никто не добрался. Это Кевин Дебрюйне. И галкипер Кристал Пелос в игре. И снова ЗАА. Открытая игра в обе стороны. Идут атаки. Буквально она не останавливается. И есть зона. Удар Родри. Но мимо. Кевин Дебрюйне. Передача на Давида Силлу. Снова Дебрюйне. Ну и вот здесь скопление. Нужно, чтобы кто-то открылся. Минди. Еще подача аккуратненькая. Но там с рикошетом мяч все же летел на ближнюю штангу. У нас, ребята, выходит Холланд вместо Габи Жезуса. Попробуем сейчас более таранного форварда. Жезус был хорош в первом тайме. Но, к сожалению, не особо получились у него какие-то подходы. ЗА отрабатывает, помогая своей команде. Удар по воротам. Классный. Классный сейв нашего голкипера. Но вот чувствует Кристал Пелла, что у нас не особо как-то получается игра в атаке. И создают свои моменты. Здесь от Шкриньера ушли. Хлестко пробили. И угловой. Рахим Стерлинг. Вот сейчас здорово развивается контратака. Моторатака. Ну же, ну же, Лерой Сане. Забегает в штрафную. Удар Сане. Добить Холланд. Вот для чего вышел Холланд. Оказаться в нужное время в нужном месте. Пытался я попробовать вот это вот переключение на футболиста. Я читал просто в подсказочках и ни разу этим не пользовался. Переключение на второго игрока в момент, когда ты бежишь с мячом. Но Лерой Сане как-то немножко все равно. Запоздал. Тем не менее, гол мы смогли забить. Классно. Сане прострелил по воротам. Ну а Холланд просто оказался там, где было нужно. Подставил ногу и поразил пустые ворота. 0-1. Ну вот, наверное, в первом тайме таких вот стопроцентных моментов, когда нужно было забить, у нас просто не было. Ну а сейчас мы здорово на контратаке смогли выцарапать мяч у своей штрафной и пойти вперед. Минди, подача, Холланд! Ну вот чуть бы, чуть-чуть он смог придавить этот мяч поближе к газону он. И, возможно, это был бы дубль. Здесь у Сане мяч отняли. Минди его подхватил и Холланд бил ножницами. Ну вот они любят с Жезусом бить именно таким ударом. Но, честно скажу, он не всегда меня радует, потому что чаще всего в Песке мяч летит выше ворот. Опасно! Ой-ой-ой, здесь мяч чуть в свои ворота не залетел. Ну и вот сейчас нужно с Сане набирать скорость. Хорошая стеночка с Холландом. Холланд! Не жадничай! Сане! Второй забивает. Лерой Сане! Ну вот они обменялись. Сначала Сане отдал передачу на Холланда. А теперь Холланд отдает передачу на Лерое Сане. 2-0. И снова, снова мы ловим соперника на быстрой контратаке. Здесь они вдвоем разыграли с центра поля эту комбинацию. И Сане оказался точен. Очередная атака нашей команды. Ну вот я не понимаю, почему в таких моментах они делают какие-то передачи черпаком. Арбитр добавляет 5 минут. И посмотрите, какой здесь опасный выход. Но наши парни в обороне справились. И есть еще минутка. Кевин Дебрюйне. Ришарлисон. Давид Силва. Ну же, Силва! Заскочил в страфную, но ударить не успел. И ребята, у нас финальный свисток. Победа 0-2 в непростом матче с Crystal Palace. Давайте отправляться уже на следующую игру. Ливерпуль проигрывает Саут Гемптону, а Арсенал играет в ничью с Норвич Сити. Ну и вот, ребята, вы удивляетесь, почему я лидирую часто в турнирных таблицах. Ну потому что команды соперника начинают сами ошибаться и дело не в моих победах. Второй матч – это домашняя встреча против Уотфорда. Мы стали опережать Арсенал уже на 10 очков. В принципе, очень неплохой задел. Но Манчестер Сити вообще обычно много набирает очков по ходу сезона. С их составом это делать не так сложно. Сегодня Рахим Стерлинг снова с первых минут. Также Холланд сегодня на острие. Ну и, ребята, поехали. Выпустил я сегодня на ЦАПа Антуана Гризмана. Он, в принципе, там тоже может сыграть весьма неплохо. Рахим Стерлинг набирает скорость. Холланд поднимает руку. Передача как раз так на него. Но было небольшое положение вне игры. Но Холланд умудрился где-то там из-под защитника ткнуть мяч. И был опасный момент. Жаль, конечно, что оффсайт. Холланд с мячом. Его удар слева. Но галкипер мяч забирает намертво. Перейра. Анхелинио пытается его догнать. Перейра отталкивает его руками. Проходит дальше. Здесь уже Гризман. Долго-долго Перейра держит мяч. Передача пяткой опасна. И Эдерсон спасает. Кевин Дебрюйне. Видит Лероя Сане. Шикарнейший перевод. Гризман. И удар слевой. Но вот команды обменялись опасными моментами. У нас 38-я минута. Пока что нули на табло. И Уотфорд смотрится очень здорово. Очень неплохо они атакуют. Анхелинио. Попытка передачи на Сане. Мяч все же остается у нас. И нужно что-то придумать еще в этом первом тайме. Пока есть время. Дебрюйне. Передача на Гризмана. Холланд. Удар по воротам от Рахима Стерлинга. Ну как и в матче с Кристал Пелос пока что игра такая довольно напряженная. Замена в составе гостей. Мы пока играем стандартными 11 футболистами. И посмотрим что будет у нас ждать во втором тайме. Уотфорд с мячом в атаке. Снова Пирейра. Пытается раскачать Анхелинио. Был удар по ногам. Но с мячом остаются гости. Подача. И мяч в воротах. Вот так вот Уотфорд. Забивает гол на 51-й минуте. Классно. Классно подали на дальнюю. И там к сожалению не получилось вынести мяч. Во втором тайме Уотфорд в начале выходит вперед. Хорошая подача. И вот здесь ну просто Уолкер уже не мог ничего сделать. Там соперник на пол головы выше его. По комплекции тоже такой помощнее парень. И в итоге гости выходят вперед. Забивая гол на 51-й минуте. А сейчас Лерой Сане. Подача. Холланд. Не получилось. И Сане будто выключился. Начал предъявлять партнеру. Почему тот так плохо открылся под эту передачу. 62-я минута. И посмотрите-ка. Уотфорд перестраивает схему. И уходит просто в глубокую оборону. И перевод туда на фланг. Правильно. На Лерой Сане. Холланд. Сане. Удар Сане. И перекладина. Шикарнейший момент. Здесь пытался вынести игрок Уотфорда мяч. В итоге он отдал его Холланду. И здесь Сане бьет в дальний. И мяч облизывает каркас ворот. Передача на Гризмана. Рахим Стерлинг открывается. Ну же Раким. И спасает голкипер. Лерой Сане. Подача. Ну же. Нет. Не получилось. Ришарлисон. Передача. Антуан Гризман. Забросик на Ришарлисона. Ну же. Ришарлисон. Не попадает. У нас моменты проходят раз за разом. Пытаемся вскрыть вот эту оборону Уотфорда как консервную банку. И немножко точности не хватает нашим игрокам. Ходен. Передача. Это Холланд. Его сбивают. Но нужно показывать карточку. Посмотрим. Красная. Прямая красная, ребята. Ну там Холланд убегал уже один на один. И ничего игроку Уотфорда не оставалось, как только его срубить под корень. Кевин Дебрюйна у мяча. Удар Дебрюйна. Мяч в сетке. Кевин Дебрюйна с шикарным выстрелом сравнивает счет. За пять минут до конца 1-1. Но вот в такие моменты очень важно, ребята, сравнять счет. Потому что очень важный был штрафной. Уотфорд остался в меньшинстве. Здесь нужно было реализовывать. И Кевин Дебрюйна просто укладывает конфетку. И есть еще пять минут. В футболе мы знаем. Бывает всякое. Уотфорд уже выходит. Из обороны. Холланд. Забрасывает на Рахима Стерлинга. Передача в центр. Давид Силва. Холланд. Нет, это Кевин Дебрюйне. На дальнюю подавай. Какие рикошеты, ребята. И все. Финальный свисток. 1-1. Какой же напряженный матч. И сейчас нас ждет встреча с Тоттенхэмом. Ливерпуль выигрывает у Вульверхэмптона. Тоттенхэм обыгрывает Эвертон. А как сыграл Арсенал? Арсенал выиграл у Бернли 3-1. Смотрим на положение в турнирной таблице. 8 очков у нас отрыв от Арсенала. И 10 от Манчестер Юнайтед и Ливерпуля. Вот так вот уже и МЮ приблизился к троечке. Мы приехали в гости к Тоттенхэму. И я заметил сейчас перед началом этого матча, что у них резервный галкипер с рейтингом порядка 74. С фамилией Уайтхаус. Я честно сказать не понимаю, почему в Песке иногда бывает точно так же, как и в Фифе. Команды выставляют какие-то странные составы на, казалось бы, весьма важный матч. Да, мы тоже сегодня выставили не Эдерсона, потому как он устал и не в лучшем настроении. Но тем не менее у нас тагалкипер все-таки с рейтингом почти 85. А не совсем какой-то резервный парень с рейтингом 70+. Но посмотрим, может быть, он будет тащить все, что мы будем пытаться забить. Видели мы Дмитрий Пайе. А вот так вот выходит Тоттенхэм. Уже вперед. Харикейн на четвертой минуте забивает гол. И доказывает, что не важно, кто стоит на ворота. Важно то, кто по ним бьет. Ну, пока мы обсуждали состав соперника. Харикейн. Очень технично отыгрался с партнерами. И забил мяч в наши ворота. Ну что, теперь уже нет времени на раскачку. Нам нужно брать, как говорится, быка за рога и пытаться сравнять счет. На коротке пока разыгрываем Дбрюйне. Холланд. Нет, передача пошла не на Холланда. Но мы мяч сохраняем. Подача в штрафную. Снова Харикейн. И снова опасно. По владению 50 на 50. Но Тоттенхэм выигрывает. И сейчас создали еще один опасный момент. Еще один заброс в штрафную. На сей раз наш галкипер. Выходит вперед, опережая соперника. Давид Силва. Передача на Лероя Сане. Неплохо. Сане мяч сохранил. И подача. Холланд. Бьет Холланд, но слишком легко. Дели Али с мячом. Пошла подача. Харикейн снова пытался продавить нашу защиту. И там пол со стороны нападения. У нас начинается второй тайм. Впереди пока что Тоттенхэм. 1-0. Очень быстрый мяч они забили. Буквально в начале этой встречи. Пока мы раскачивались, они взялись за дело. Подача. Холланд. Выскакивал на мяч. Но ударить по нему так и не смог. Но мы пытаемся. Пытаемся что-то придумать. Сегодня два таких массивных нападающих. У команд. Холланд. И Харикейн. Концело. Подача. Ну же. И снова Холланд не может продавить соперника. У нас ребята пошли последние 20 минут. И Тоттенхэм снова в атаке. Опасно. Удар по воротам. Наш галкипер забирает мяч намертво. И туда налево. Тут совершенно один Рахим Стерлинг. Ну Стерлинг серьезно. Ты мяч не можешь обработать выйдя на замену. Последняя пятиминутка. Время сейчас играет на руку Тоттенхэму. Они держат мяч. Они пытаются еще проводить атаки. Опасно. Харикейн. Подготовленный удар. Ну и Концело должен догнать. Здорово. Ну и бежать. Бежать. Рахим Стерлинг открывается. На противоположном фланге Лерой Сане. Пошла на него передача. Но слишком опрометчиво. Ничего не добавил арбитр. И в итоге ребята мы уступаем Тоттенхэму. Единственный гол в начале этого матча. Решил исход. И Тоттенхэм забирает 3 очка у лидера. Стоит отметить то, что Тоттенхэм сыграл очень грамотно. И мы по сути почти ничего не создали. Ливерпуль выигрывает. Смотрим как сыграл Арсенал. Они тоже побеждают. Манчестер Юнайтед тоже выигрывает. А это значит, что идет приближение уже к нашей команде. Арсенал не так далеко. МЮ и Ливерпуль идут снова бок о бок. У них равенство. Ну и давайте, ребят, сейчас еще просимулируем игру. Итак, у нас матчи против Норвич Сити. Но здесь можно все три матча сейчас просимулировать, ребят. Так что давайте это сделаем. Посмотрим заодно, как сыграет наша команда. Состав изменили. И приступаем к симулятам. У нас победа 5-2. Ливерпуль выигрывает. Смотрим. Арсенал также выигрывает. Манчестер Юнайтед тоже побеждает. Все остается без изменений. Следующая встреча. Это выезд в гости к Бернли. Снова немножко меняем состав, если это требуется. И отправляемся на матч. Смотрим. Мы выигрываем 1-0. Ливерпуль выигрывает 1-0 у Тоттенхэма. Также Арсенал уступает Манчестер Юнайтед. И они выходят. Выходят, ребята, все ближе. Арсенал немножко отстает. Арсенал уже четвертый. МЮ и Ливерпуль разделяют второе место. Ну и третья, ребята, симуляция. Это будет у нас матч против Вестхэма. Мы играем дома. А уже следующая серия начнется у нас кубковым противостоянием. Мы побеждаем 1-0. Ливерпуль побеждает Норвич Сити. Тоттенхэм уступает, кстати говоря, Кристал Пелос. Манчестер выигрывает. А Арсенал снова оступается. Ну вот так вот какой-то спад пошел у них. И уже МЮ и Ливерпуль идут впереди Арсенала. Я надеюсь, ребята, серия вам понравилась. Поддержите ее лайком. Пишите комментарии. Подписывайтесь на канал. Ну а с вами был Локи. Всем огромное спасибо за просмотр и поддержку. Увидимся. Пока-пока.